Конное поло В 1985 году там впервые провели соревнования. Зима и лошади. Неудивительно, что зимнее поло перекочевало к нам, в Россию. В Российской империи появилось там конное поло где-то в конце 19 века. Только пришла советская власть, собственно, конное поло перестало существовать абсолютно. Вам сейчас насколько тяжело, скажем так, восстанавливать весь процесс? Ну, я думаю, что если бы не было потеряно, это, конечно, было бы все легче. Или вообще ничего не пришлось бы делать для этого. Вот последние 10 лет я работаю над тем, чтобы взять наше хобби и показать обществу России, что вот это самое лучшее времяпрепровождение. Мне нравится сам спорт, мне нравится жизнь вокруг этого спорта, мне нравится выращивать лошадей, то есть разведение. В элитарном виде спорта только влюбленные фанаты. Еще важный нюанс. Нужно хорошо зарабатывать, чтобы профессионально заниматься конным поло. Стоимость лошадки 50 тысяч долларов. По красивой улыбке можно понять, что у человека своя стоматологическая клиника, рядом со мной Надежда. Помимо того, что у него красивая улыбка, она еще и профессиональный игрок в конное поло. Вы отважный человек. Ну, Сергей, насчет профессионального вы, конечно, загнули немножко, я все-таки любитель. По поводу страха нет, мне не страшно, потому что огромное количество адреналина выделяется в мою кровь, и мне просто приятно. В чем самое главное удовольствие конного пола еще зимой? Это азарт. Безусловно, это невероятное количество азарта, и, как я уже сказала, адреналина, потому что во время игры, ну, это сумасшедшие эмоции. Там просто вот внутри все вот так вот и вот так, и еще клюшки надо мотать при этом. Смотрите, какие лошади. Должны быть при этом спокойны. Надежда выступает в интернациональной команде вместе с аргентинцами. Игра проходит на малом поле в Целеево, и сразу с места в карьер. Несколько забитых мячей, постоянные контратаки, но вот у Надежды пока что не все получается. Ну, что-то получилось, мы видели, что даже ни разу не ударили. Да, потому что лошадям тоже очень холодно, они хотят погреться, и у меня ронда, она просто такая сильная, она рвется, ее не удержать. Тяжело было контролировать, сейчас лошадь поспокойнее. Все, удачи. Но пока у зеленых не получается выйти вперед. Против них Михаил Радзянко, он самый сильный игрок в конное поло во всей России. Как только заканчивается чакер, именно так называется период в конном поло, он длится 6 минут 30 секунд, происходит следующее. Спортсмены меняют лошадей, в этом тоже есть определенный азарт, потому что лошади разные, характеры у них разные. Меняют, потому что очень динамичная игра, идет практически без остановок, от ворот до ворот, и буквально, ну, динамика сравнима, наверное, с хоккейной. Игра закончилась уверенной победой синих с перевесом в два раза, 10-5. Игроки получают призы от спонсоров, отличившиеся лошадки в корзинку моркови. А зрители – незабываемые впечатления, даже несмотря на мороз.